В Англии стартовал чемпионат Европы по футболу среди женщин. Евро 2022 станет 13-м по счету континентальным первенством. С момента первого чемпионата Европы под эгидой УЕФА в 1984 году уровень игры, как и зрительский интерес, непрерывно растет. И сегодня Евро – это важное событие в мировом спортивном календаре, проходящее, как и Олимпийские игры, каждые 4 года, что только превращает турнир в настоящий футбольный праздник. А многие фанаты футбола ждут женское Евро не меньше, чем мужское. Это очень захватывающее время для женского футбола. Он сильно вырос, и девочкам и женщинам на всех уровнях приятно видеть, как они преуспевают. И это действительно важно. В стартом поединке турнира англичанки обыграли Австрия со счетом 1-0. Матч открытия Евро прошел на легендарном стадионе Олд Траффорд – домашней арене Манчестер Юнайтед. Именно болельщики на трибунах сделали матч историческим. Игру посетили почти 69 тысяч зрителей, что стало рекордом посещаемости матчей женских Евро. Хотя этот рекорд может быть побит уже в финале. Он состоится на культовом лондонском стадионе Уэмбли, который может вместить 90 тысяч болельщиков. Всего же чемпионат Европы планирует посетить более полумиллиона футбольных фанатов из ста стран мира. Голливудская актриса Натали Портман несколько лет назад стала соучредителем женского футбольного клуба в Лос-Анджелесе. Планирует следить и за Евро. Я большая фанатка женского футбола. Мне, как соучредителю клуба Анджелсити, приятно быть частью этого вида спорта. Я радуюсь, когда вижу, как невероятно прогрессирует женский футбол, растет мастерство, футболистки превращаются в легенд, овладевая игрой, которая, как некоторые говорили, для них недоступна. Она всегда была для них доступна и доступна сейчас. Это новая эра футбола, когда в игру вовлечены все. Сборная Украины не смогла преодолеть квалификацию чемпионата Европы. Однако наша страна не останется без представительства на Евро. Украинская судья Екатерина Монзуль в числе арбитров турнира и уже завтра обслужит матч Испания-Финляндия. Монзуль – элитная футбольная судья и регулярно судит матч у украинской премьер-лиги среди мужчин. Активно привлекается к матчам в мужском футболе и другая рейфери Евро – француженка Стефани Фрапар, ставшая первой женщиной, которая отсудила матч мужской лиги чемпионов УЕФА. Турнир продлится более трех недель и завершится 31 июля финальным матчем в британской столице. Игорь Мартыненко – специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Субтитры создавал DimaTorzok